Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Домашний Ачех с Мариной, где очень много видео, народной медицины, советы, самоисцеление. Дорогие друзья, консультация врача всегда должна быть на первом месте, обязательно. Но вместе с тем, народная медицина сопровождает человека на протяжении уже многих-многих тысячелетий. Несмотря на то, что у меня очень много видео по самоисцелению, плейлистах по определенным тематике, я очень часто также использую методы, которые рекомендуют мне врачи для восстановления здоровья. Я считаю, что это народные методы, и они очень помогают. Сегодня я хочу вам показать упражнения действия при головокружении. Вы прекрасно понимаете, что головокружение это достаточно серьезный симптом, который может вас сопровождать при любых видах заболевания, связанных с неврологией и с какой-либо патологией. Но вместе с тем попробуйте это упражнение на начальном этапе, и потом вы можете обратиться к врачу, объяснить правильно и актуально свое состояние здоровья. Для того, чтобы гармонизировать, может быть, вестибулярный аппарат, активизировать головной мозг. Это упражнение не только при головокружении. Я бы его еще рекомендовала, если у вас уже забывчивость, память. Знаете, вот надо встряхнуть мозг, или надо вот как-то вот действительно себя гармонизировать. И для этого нам нужно взять любую карточку, ну, лучше всего карточку вы можете взять. У меня с такими крупными буквами. Вот, ну, вы можете любую взять карточку, поставить ее на расстояние вытянутой руки, сосредоточиться на одной какой-то букве, дорогие друзья, на любой букве, ну, по центру можно карточки, и делать на протяжении трех-пяти минут вот такое упражнение. Влево-вправо, влево-вправо, глядя, глядя, не изменяя позицию карточки, только вот качая головой влево-вправо, влево-вправо раз 10, потом вверх-вниз, вверх-вниз, снова влево-вправо, влево-вправо, вверх-вниз, вверх-вниз. Вы прекрасно понимаете, что если у вас астахандроз, если у вас протрузия, вы должны делать это очень аккуратно, очень мягко, очень деликатно. Сейчас самая главная задача ваша, чтобы ваше зрение сфокусировалось именно на этой одной букве. Левое и правое полушария у вас, скажем так, меняют свою позицию, да? Зрительные нервы у вас активизируются, безусловно, да? Вы снимаете спазм сосудов, очень аккуратно шеи, у кого есть проблемы. И вот так вот на протяжении 5-10 минут, влево-вправо, влево-вправо, вверх-вниз, вверх-вниз, вы смотрите на эту букву. Потом вы опускаете, промаркиваетесь вот так вот прям хорошо, хорошо, хорошо. Потому что вы можете даже вспышки какие-то видеть, да? Или какую-то паутину, или какая-то пелена может быть. Это все как раз говорит о сосудистых изменениях, о каких-то уже действительно изменениях по возрасту. Это все нормально, дорогие друзья. И если у вас сильное головокружение на протяжении нескольких дней, вот это упражнение будет достаточно. Через 3-5 дней вы можете немножко себя активизировать. То есть вы в день можете делать 2 раза, 3 раза такое упражнение. Поверьте мне, головокружение действительно проходит. А уже через несколько дней вы можете немножко увеличить амплитуду движения головой. И вдобавок карту вы можете. Карта туда, 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 сюда. Помните, как в фильме в этом? Причем это не обязательно должно быть как-то циклично. Это может быть абсолютно быть, абсолютно может быть не в союзе, скажем так. Самое главное не упускать из вида вот эту букву или вот эту точку, или какой элемент, на котором вы сконцентрировались. Здесь может быть абсолютно, даже вот так вот вы можете делать, просто карточкой вверх-вниз или по какому-то кругу вот так вот вы можете делать. Но обычно очень важно, очень важно, чтобы вот влево-вправо, вверх-вниз, вверх-вниз. И вот таким вот способом вы можете помочь себе убрать головную боль, убрать головокружение, убрать, может быть, какие-то уже моменты, когда вы что-то запамятовали, когда вы растеряны, когда вы где-то теряетесь в помещении, или на остановке, или в магазине, или вам надо только со списком идти делать закупку, потому что вы теряетесь, вы все забываете. И вот такое упражнение, которое мне порекомендовал делать невролог, невропатолог, действительно очень хорошо избавило меня от головной боли и от головокружения. Но вы понимаете, что очень важно сделать очень тщательное обследование, чтобы не пропустить какие-то важные симптомы. Я вам желаю крепкого здоровья, подписывайтесь на мой канал. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк. Я жду от моих постоянных зрителей комментарии, безусловно. И поделитесь этим видео в соцсетях, потому что это очень важное упражнение. И для кого-то оно не просто актуально, оно действительно сравни с глотком воздуха, с жизнью. Потому что головокружение может привести и к неврозности, и к паническим каким-то состояниям. Потому что человек даже просто боится выходить из дома. Делитесь моими видео, подписывайтесь, не пропускайте стримы. И просматривайте видео по интересующей вас тематике.